Всем привет ребят меня зовут игрок это игра dead by the light вышла новая глава за номером 14 она называется проклятое наследие и сегодня давайте посмотрим нового маньяка и нового выжившего начнем с маньяка раз уж мы все здесь ради него сегодня собрались но у маньяка зовут они он ну скажу так напоминает билла ну как билла деревенщину маньяка принес с собой новые три перка 1 называется тактика зансин это перк слева этот перк позволяет читать ауры окружающих предметов вы в курсе того где расположены важные для движения для выживания объекты вы видите ауры досок и мест совершения прыжков в радиусе 24 метров от седа если выжившие получают ранение этот перк отключается на 40 секунд вы знаете этот перк очень похож на перк уникальная возможность этот перк есть у кейт он тоже позволяет видеть ауры досок и окон и при использовании этот перк отключается на какое-то время я не помню уже насколько он там отключается теперь эта возможность есть и у мана этот перк работает точно также то есть когда сурф вернее не точно так же когда сурф получает ранение вот тогда он отключается на количество количество времени да хорошо сказал даже не знаю кому этот перк будет полезен наверное новичкам игрокам которые только начинают играть дбд и которые только изучают карту. Да, этот перк поможет запомнить спауны окон, досок. Но мне кажется, прохавным маном этот перк будет бесполезен. Ну, я так думаю. Потому что я бы, например, вот этим перком на Легионе пользоваться бы не стал. Следующий перк это перк справа. Называется он Отзвук крови. Боль одного передается и другим. Когда выживший попадает на крюк, все остальные раненые выжившие получают кровотечение до момента исцеления и усталость на 45 секунд. Вот так вот сижу и чешу реку. А как же его можно использовать в пользу для себя? Честно говоря, у меня пока что нету каких-то определенных мыслей. Как его можно использовать? Может для какого-нибудь стелс маньяка, который там в комбинации с ищейкой как-то может быть и заиграет этот перк. Но я, честно говоря, теряюсь в догадках, как его можно использовать. Для себя тоже пока что нахожу этот перк бесполезным. Ну и последний перк, который принес этот маньяк, называется Возмездие. Перк снизу. Вы стремитесь покарать тех, кто вам навредил. Если выживший ослепляет вас или оглушает с помощью доски или шкафчика, он становится объектом вашей одержимости. Становясь объектом одержимости, любой выживший получает статус забывчивость на 40 секунд. Вы вивите ауру. Выжившего в течение 4 секунд. Признаться честно, когда я узнал об этом перке, я делал на него очень большую ставку, потому как он с легионом бы игрался очень здорово. Но прошло ПТБ. Разработчики увидели, что что-то как-то он слишком сильно смотрится на легионе. Особенно в комбинации его фиолетовыми аддонами, там с кассетой и колотыми ранами. Сам перк, нет, не понерфили, а скорее переработали немного механику колотой раны. Ой, фу, глубокая рана, конечно. Раньше глубокая рана работала от радиуса террора маньяка. То есть, если сурф находился в радиус террора, таймер колотый, да что опять колотый, глубокая рана и не истекал. Стоило сурфу только покинуть радиус террора маньяка, сразу же начинал истекать таймер. Ну и разумеется, если сурф начинает себя подлатывать, таймер тоже останавливается. Теперь же глубокая рана работает иначе, она работает от движения. Если сурф бегает или подлатывается, таймер останавливается. А если сурф начинает медленно передвигаться, стелсить или как-то приседать, то таймер начинает стремительно истекать. Для сурфов, я думаю, эффект колотой раны теперь стал бахнутым, в отличие от маньяков. И знаете, как-то, как-то жалко даже. Я-то думал, о, легион заиграет, фиолетовые аддоны наконец-то будут у него работать. Но нет, я думал, на легиона возмездие будет must-have. Ну, теперь, теперь, увы, а теперь нет. Ну и раз уж переработали глубокую рану, то, скорее всего, Фредди Крюгер не сможет обузить часы. То есть, ну, ну, знаете, Фредди, он же, когда ударяет, у него пропадает радиус террора. А учитывая то, что переработали глубокую рану, то, скорее всего, сурф не будет падать, если он будет находиться во сне. Да получи ты, стерва, блин, что-то у меня вообще не получается играть этим маньяком. Ну, а для возмездия первая связка, которая мне пришла на ум, это связка возмездия и хищный зверь. Если ваш сурф оглушит, радиус террора для него у вас пропадет. И если вы получите кровожадность, то еще и пропадет свечение. Ну, красное свечение. Что сделает вас, ну, почти невидимым для сурфа, если он, конечно, не будет мотать башкой на все 360 градусов и не будет видеть сквозь стены. Теперь давайте немножко моего личного мнения об этом маньяке. А я считаю, что маньяк сильный. Действительно сильный. Но им нужно научиться играть. Обилку у него ощущается скорее как обилка у деревенщины. И вот за это мне не нравится вот данный маньяк. Когда вот ты используешь обилку, то поворачивать становится сложнее. То есть есть какая-то инертность. Ты че себе позволяешь, гадина? Ну-ка, дай сюда кровь. Ой, и щелкать фонариком. Вот прибью я тебя рано или поздно. Блин, какой же он здоровый и неповоротливый этот прямо. Да, надо к нему привыкать. Ну так вот, мне не нравится инертностью управления в его обилке. Ну, тут уж, наверное, ничего не попишешь. Это сделано в цели баланса. Вот именно поэтому я не играю из-за деревенщины, потому что слишком иношное управление у пилы. И именно поэтому я скорее всего и не буду играть за этого маньяка. Вообще мне не нравится инертность управления. Ну и есть кое-что приятное у этого маньяка. Вернее, в его обилке. Когда используете обилку, можно использовать клавиши AD, что только сильнее прибавляет этому ману мобильности и маневренности. Вот деревенщина вот так не может. Деревенщина лучше интелить упор. Ну и в отличие от деревенщины, у этого мана обилка имеет ограничение по времени. Плюс ко всему еще ее надо насобирать. То есть этот ман будет слабым в самом начале раунда и когда раскачается, сильно будет в середине и в конце. Так, и последний сурф сбегает. Ну, наверное, это даже и к лучшему. Ну, в общем, я высказал свое мнение. Мне этот ман не очень понравился, хотя я думал, что он будет классным. Не, безусловно, выглядит классно. Бьет дубины очень здоровски. Ну, вот играть я им скорее всего не буду. Ну что ж, теперь давайте, наверное, перейдем к новому выжившему. Новый выживший мне понравился гораздо больше, чем новый маньяк. И новый перки у нового сурва приносит даже какую-то пользу, в отличие от этого мана. Ладно, поехали за сурва. И вот мы здесь. Новый выживший. Зовут ее Юи Кимура. И с собой она принесла новые три перка. Первый перк, это перк слева, называется Везение. Вы получаете свою долю синяков и шишек, но удача всегда на вашей стороне. Везение начинает действовать, когда вы получаете ранение. Вы перестаете оставлять свой кровавый след на 120 секунд. Везение отключается до самого конца матча, когда его общее время действия истечет. Довольно приятный перк, дается очень много времени до конца матча. Как только вы вылечитесь, таймер останавливается и не начинается заново. Но я вас уверяю, этого времени более чем достаточно. Следы крови, да, не оставляет, но следы трещины вы все еще можете оставлять за собой. Я думаю, с фиксацией будет неплохо смотреться этот перк. Следующий перк, перк снизу, называется Любыми средствами. Вы привыкли стоять за себя и получать преимущество любыми средствами. Подойдя к упавшей доске, нажмите и удерживайте кнопку активной способности в течении четырех секунд, чтобы вернуть доску в вертикальное положение. Любыми средствами восстанавливается в течении 140 секунд. Мне понравился этот перк звучит довольно сильно. Я думаю, он будет очень хорошо играться против Фредди Крюгера, который играет через фейковые палетки. В случае, когда надо будет зачистить местность от фейковых палеток, если вы нечаянно опрокинете эту доску, то сможете ее снова поднять в вертикальное положение. Против остальных манов даже не знаю. Может быть, против Ямаука Рин, может быть, может быть, этот перк будет играться, потому что Ямаука обычно доски не ломает. Все остальные маны пешие, как только скидывается доска, как правило, они ее быстро ломают, чтобы она просто не стояла на пути. Отсюда следует вывод, что этот перк скорее больше ситуативный, но играть им довольно приятно. Ну и последний перк, который принесла эта выжившая, называется Форсаж. Завидев человека в беде, вы врубаете повышенную передачу и вместе с ним стараетесь выбраться из передряги. Оказавшись в радиусе 6 метров от переносимого выжившего, вы получаете спешку и движетесь на 5% быстрее. Скорость попыток вырваться у пойманного выжившего возрастает на 20%. Я думаю, этот перк очень хорошо зайдет в пати игроков, которые будут спасать друг друга, а в комбинации с другими перками на то, чтобы вырваться у маньяка с плеча, там нараска... О господи, напугал доски. Отстань от меня, дай мне поиграть в ДБД. Я хочу показать новые перки, как работают. Блин, ну если манн сейчас за мной вяжется, то я не смогу показать, как работает нижний перк. И что будет очень печально. Так, ее нету, блин, у меня нету часов, даже не знаю, прокинется она или нет. Так, я думаю, надо впитывать. Давай, вперед. Так, спасаем жизнь сургу. Ну так вот, вернемся к теме форсажа. Я думаю, что этот перк будет контриться... Ну вот первое, что он приходит на ум, перк будет контриться безумным упорством. Там, железной хваткой или нетерпимостью, или даже целая комбинация из этих перков. Так, она идет за мной. Блин, ну я, конечно, загнал себя в угол, в подвал, но я думаю, она меня не выследит. Так, давайте посмотрим. Она здесь. Так, она здесь. Должна чекать шкафчики. Да, чекать шкафчики. Удача! Надо бежать прямо сейчас, прямо сейчас убегать. К доске, к любой доске. Так, куда? Налево. Я не в ту сторону побежал, надо было бежать направо. А, тупит. Так, скинуть. Ага, хорошая попытка, зайка. Теперь просто бежать. Просто бежать. О, кстати говоря, активен сейчас перк слева. Я не оставляю кровавых следов, но следы трещины все равно есть. Так, где она? Не вижу. Не вижу. Она, по-моему, все еще за мной идет. Я слышу ее. Так, шкиримся. Может быть, она меня сейчас потеряет. Но она может услышать мои стоны. Ну, вот опять же, если будет перк у Джейка. Как он называется-то? Я уже забыл. Железная воля, по-моему. В комбинации с левым перком можно сделать неплохого себе стелс-сурва. Как же она промокнулась? Нет. Так, посмотрим. Отстань от меня. Дай мне поднять доску. Пожалуйста, давай договоримся. Давай договоримся. Зайка, у тебя уже один генератор остался. О-о-о. О, карюшки. О, карюшки. Так, ну вроде бы суровый чинят генераторы. Я что, так долго ее вертел, что ли? Я не ожидал, что зря, зря получила хит. Надо было просто сидеть где-нибудь там в доске. Так, есть все генераторы. Ну, теперь она меня будет просто кемпить. В принципе, я бы на ее месте делал то же самое. Надо забрать хотя бы одного. Так, посмотрим. Так, спасаешь. Вот это наглежь. Вот это наглежь. Часы, пожалуйста, часы. Малю, часы. Есть часы. Да, пофигу мне на тебя. Че, давай еще разок. Она слишком рано дала хит. Надо было немножко выждать. Так, ну вроде бы она не идет за мной. И это очень хорошо. Так, ну что? Подлатаешь меня? Или можешь просто сбежать? Как считаете? Может просто сбежать и не париться с этим делом? О, у вас двое. У вас даже рубашки одинаковые. Прикольно. Так, ну надо выручать. Раз уж она меня спасла, то надо выручать подругу. Так, пойдемте, Мэгги. Они не хотят, нет? У меня просто еще челлендж с этих... С архивов торчит. Надо спасти выжившего. Снять его с крюка, когда активен коллапс. И снятие должно быть безопасным. Но я, честно говоря, не представляю, как сделать это без часов против маньяка Кэмпера. Где это? Вон она стоит. Но она... Но она не будет отпускать. Че, может обнаглеть? Давайте. Давай. Не, это бесполезно. Нет, нет, она конится за ней. Очень плохо. Ах, а две Мэгги вон там сидят и кукарекуют в этом... В воротах. У нее осколок! Прекрасно! Все, надо танковать ее. Надо ее танковать. Нельзя давать... Попасть ей топором. Она пытается прокидывать наперед, но мы-то ей не дадим этого сделать. Беги, беги, родимая, беги, беги. Ворота уже близко, ты спасена. Ты будешь жить, ты будешь жить! К сожалению, не показал, как работает нижний пирк, хотя очень... Что случилось? Сбежал. Мне засчитали. Дали ачивку. А че, я же не убежал через ворота. Маньяк, что ли, это самое, ливнул? Так, давайте посмотрим, что случилось. По-моему, маньяк ливнул. Да, так и есть. Ну, ачивку дали, на этом ладно. Ох, за ОНИ будет очень тяжело убивать ачивку на моих фиолетовых рангах. Я не представляю, как я это буду делать. Ну, ладно, ребят, давайте на этом попрощаемся. Большое спасибо за просмотр. С вами был Игрок. Игра Dead by Dead Light. Всего хорошего. Не разрывайте узы крови. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok